Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В частности в своем большинстве предоставляют простые фермеры, которые своими силами изготавливают продукты, строят гостевые дома, при этом успевая заниматься своей основной работой. Именно они первые ощущают на себе изменение туристического потока, ведь для них важен каждый гость. Надеждами на приток людей в связи с новыми санкциями в адрес России поделилась хозяйка одного из небольших агроотелей. В закрытой границе люди должны куда-то ехать, но я думаю, что даже не в связи с закрытием границ, сельский туризм должен набирать обороты. И популярность должна расти, потому что мы почему организовали туризм, мы очень много с мужем тоже ездили. В Испании или в Италии нас везли в село, показывали нам, как они получают оливковое масло, дегустировали вина. И мы с мужем все время думали, но у нас же тоже есть что показать. Промышленные фермерства тоже не отстают от веяния времени и организовывают отели в шаговой доступности от своих крупных экологически чистых производств. Почему именно фермеры должны заниматься агротуризмом, рассказала одна из первопроходцев в этой отрасли Нина Кописки. Почему агротуризм, что ты производишь сначала сырье, ну и сыроварни мы перерабатываем. И ну просто это наши гости забывают, они иногда от нас требуют там прям сервисы, пять звезд, еще чего-то. Это, конечно, должно быть, мы над этим работаем. Мы говорим, ну вы все-таки забываете, что мы ферма, да, что мы варим сыр, здесь лошади, значит, работаются каждый день и так далее. Конечно, агро, именно туризм, он может только из фермерства вырасти. Каждому земледельцу было бы приятно получать дополнительный доход от туризма. Тем более, что сегодня это субсидируется и активно поддерживается государством. Однако многие опасаются начинать, боясь не суметь угодить взыскательным путешественникам. Подобные сомнения развеяла директор департамента сельского туризма. Совсем не обязательно фермеру придумывать что-то очень креативное, да, для привлечения туристов. На мой взгляд, нужно быть самим собой, нужно показать свою аутентичность, нужно рассказать о том, что вы любите делать, поделиться этой любовью с гостями и, конечно, быть гостеприимными. Это, наверное, основной залог успеха. Сейчас настало время каждому из нас вернуться к истокам. Вспомнить запах первой скошенной травы, почувствовать покой от потрескивания поленьев в печи, ощутить щекой ветер, разгулявшийся по сжатому полю. Прекрасно то, что, путешествуя по стране, мы можем не только испытать эти ощущения, но и открыть для себя нашу яркую, самобытную и такую разную Россию. В Болгаковском доме в Москве прозвучали всеми любимые композиции мэтра французского шансона. Особой трепет у зрителей вызвали песни из репертуара «Эдит Пиаф» и «В Монтана» и «Марилла Фаре». Этот концерт в который раз напомнил каждому о вечной мировой классике искусства, объединяющей душу людей даже в самые непростые времена. Подробности в репортаже моей коллеги Дарьи Вали Ахметовой. Перед началом этого концерта в фойе многие говорили о том, что рады получить билет на концерт этого исполнителя и услышать его не в первый раз. О том, почему именно сюда хочется возвращаться вновь и вновь, рассказала одна из зрительниц. После окончания спектакля я чувствую наполненность, наполненность души. И даже те проблемы, которые существуют в наше токсичное время, они на какой-то промежуток времени отступают. И я получаю заряд, заряд бодрости, настроения. И я понимаю, что искусство – это то, что спасет наш мир. Кажется, что Париж сейчас от нас так далек. Долгие часы на самолете, языковой барьер и разница менталитетов. Однако русская и французская культура веками обогащали друг друга. Не потеряна ли эта связь сегодня, размышляла исполнительница французской классики. Франция с Россией очень сильно связана. Поэтому здесь вот, понимаете, вот я, например, понимала, что петь на французском, ну, в России как-то… А я поняла, что людям нравится. И куда бы я ни ездила, даже по российским городам, вот сейчас в этой пандемии, да, Европу закрыли, а сейчас еще хуже закрыли, я буду в России петь. И, в общем-то, этот проект актуален всегда. Потому что это вечная-вечная музыка 20 века. Вихрь мелодий кружил каждого присутствующего, затрагивая самые потаенные струны души. Вот смотрите, Москва, да, уникальное место, вот Булгаковский музей, дом, актриса театра и кино Соколова, поет французский шансон, забытый, может быть, в самой Франции сейчас, охваченный желтыми жилетами. Понимаете, вот эта связь культур, связь, которая позволяет, если хотите, чувствовать себя настоящим. Вечная мировая классика объединяет наши души, позволяя хоть ненадолго заговорить нам с вами на одном языке – языке искусства. Фестиваль – это весенний праздник уличной еды, который проходит на берегу Малтийского моря в городе Зеленоградске с 29 апреля по 3 мая ежегодно с 2015 года. Гости праздника по традиции смогут попробовать корюшку, мидии, сома и еще 30 видов рыбы и морепродуктов от российских производителей. О морских изысках и не только в следующем вкусном репортаже. Мероприятие объединит около 40 локальных отечественных производителей продуктов и точек уличной еды. Гостям предоставят на пробу корюшку, мидии, сома и еще более 30 различных видов рыбы и морепродуктов, выловленных у берегов России. Призываю всех туристов, которые приехали в эти майские праздники в наш замечательный город Зеленоградск, он же, скажу по секрету, Кранц называется, посетить это замечательное, вкусное, полезное мероприятие. Подзарядиться рыбным жиром, что называется, на годы вперед и сделать свою жизнь не только здоровой, но и сытной, но и интересной. Как рыбы в воде здесь себя чувствуют не только гости, но и сами участники, ведь сюда ежегодно съезжаются и обмениваются опытом люди, влюбленные в свое дело и в этот дивный край. Один из рестораторов поделился, зачем же он который год приезжает на это солнечное побережье. Очень много вариаций, казалось бы, традиционных блюд представлено в иной подаче, вот, и все это на побережье, ветер, море, волны, романтика. Крутое мероприятие, которое для них нужно посещать ежегодно, так, как и простым людям для дегустации всяких различных новых блюд, так же, как и рестораторам, знакомиться с друг другом, смотреть, что, как у кого происходит. Залитая солнцем набережная, наполненная веселым шумом и манящими ароматами только что приготовленных вкусностей, это идеальное место для начала майских выходных. Приезжайте на ФИШ-фестиваль за новыми эмоциями, яркими вкусовыми сочетаниями и запасом балтийской корюшки на год вперед. Церемония вручения памятных знаков и дипломов лауреатам премии журнала «Дружба народов» прошла в здании фонда «Русский мир». В этот раз лауреатами стали писатели из Москвы и Санкт-Петербурга, Якутии, Ташкента, Бишкека и Владикавказа. Премии присуждались в девяти номинациях большой и малой художественной документальной прозы, поэзии и критики. Подробности расскажет моя коллега Евгения Пахурдинова. В конференц-зале фонда «Русский мир» собрались лауреаты, авторы и члены редколлегии журнала «Дружба народов». Ведущими мероприятия выступили главный редактор Сергей Надеев и заведующий отделом поэзии Галина Климова. Место проведения выбрано не случайно, ведь именно здесь, в стенах фонда «Русский мир», редакция журнала «Дружба народов» трудится уже 10 лет после того, как лишилось здания в самом центре Москвы, в доме Ростовых на Поварской улице. Мы все понимаем это, и наши авторы, и тем более редакции понимают, не было бы такой удачи, не взял бы нас под свое крыло «Русский мир», не позволил бы здесь сидеть, работать и пользоваться всей матчастью «Русского фонда». Не было бы журнала. Не было бы журнала. У нас просто физически не было бы средств платить за аренду и содержать это все. Журнал «Дружба народов» – это литературно-художественное периодическое издание, основанное в 1939 году по инициативе Максима Горького. Он был создан как альманах для популяризации произведений писателей союзных республик в переводе на русский язык. В этот раз лауреатами стали писатели из Москвы и Санкт-Петербурга, Якутии, Ташкента, Бишкека и Владикавказа. Премии присуждались в девяти номинациях большой и малой художественной и документальной прозы, поэзии и критики. Сейчас время, когда у нас писатели отнимают слова. А это наш инструмент, это наша работа. А сейчас некоторые слова говорить нельзя. И вот я хочу нам пожелать, чтобы нам не таланта сейчас захотело, а смелости для того, чтобы наш русский мир был действительно мирным. В постсоветское время редакция журнала «Дружба народов» сохраняет упор на публикацию произведений представителей народов бывшего СССР. С приветственной речью ко всем присутствующим на торжественном мероприятии обратился заместитель исполнительного директора фонда «Русский мир» Сергей Шурыгин. Мы читатели, я имею в виду наш микрокружок, который располагался в подъезде пятиэтажного хрущевского дома тогда еще. И мы передавали подписанный журнал на одну квартиру, передавали из рук руки, читали, наслаждались, обсуждали. Вот с удовольствием вспоминаю, конечно, эти годы. Проректор Литературного института имени Горького Сергей Дмитренко вручил специальные премии в номинации «Перевод», учрежденные Домом национальных литератур. Дипломами и именными памятными знаками были отмечены Илья Бояшов, Владимир Лицкий, Павел Крусанов, Полина Иванушкина, Ирина Краева, Ефим Бершин, Евгений Абдулаев и другие авторы журнала «Дружба народов». В отдельной номинации «Литературный дебют» за цикл рассказов «А мы остаемся здесь» наградили молодую писательницу Елену Ермолович. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете прислать по адресу новости.рм.стабакаяндекс.ру. До новых встреч и до свидания.